друзья всем привет сегодня у нас получается начало апреля 5 число сегодня у нас температура поднялась до плюс 12 градусов пчелы хорошо летают мы после выставки с димой особо к ним не лезли единственное что я прошелся по основным семьям посокращал некоторые вот передвинул заставные и раздал корм в пакетиках просто мед обычный вот сейчас будет пара тут теплых дней таких что там 12 плюс 15 вот за это время планирую пройти ревизию и поменяю донья почищу вот все буду делать это наверное за два подхода сегодня поменяю тони а завтра уже более тщательную ревизию проведу поставлю загородные решетки если кому-то надо в отводке вот посмотрю по наличию маток по расплоду и по кормам но по кормам я мельком мельком пробегал тогда первый раз плюс-минус все хорошо некоторые семьи были достаточно легкие и мы дали рамки которые разогрели в инкубаторе предварительно вот посмотрим насколько они сейчас ситуация изменилась и чуть-чуть попозже наверное через неделю куда дим протеиновые лепешки вот на ближайшее время такие от работы у нас будут щелки уже начали работать чистят дони сами вот уже у некоторых семей так нормально выкидывали мусор но я все равно пройду потому что после зимы достаточно много мусора остается плюс есть подозрение что где-то могут быть мышиные гнезда то что под конец зимы мышей набралось в зимовники достаточно много то есть я рассыпал корова отраву от этих от мышек вот и как бы всю зиму она простояла и под конец зимы только она раз и куда-то исчезла буквально вот в конце марта вот и мы когда убирались зимовники нашли там и гнезда и мертвых мышек поэтому надо проверить вот челки убираются хорошо облетывается и вот кстати обратите внимание вот на крышке видите точечки и на передней стенке полосочки то есть вот мы когда выставили там было пару теплых дней которые позволяли облететься тем кому прям сильно не втерпешь вот капельки это говорит о проблемах возможно назематоз но от полосочки это как раз хороший хороший признак признак хорошего состояния пчел вот но к сожалению как вот сперва предполагалось что не было назематоза назематоз был единственно что не ну не так сильно как в предыдущие года но тем не менее рамки некоторые загажены надо будет отбраковку делать ну благо что запасы рамок у нас имеется подготовил дони которые у нас не использовались которые мы теми сокращали в прошлом году сейчас я их пройдусь стамеской потом обожгу горелкой ну и быстренько пробегу просто заменю дони там у первой партии семей чтобы семьи сильно не злились не стояли там пока буду и дони их не чистить я их просто пересажу те дони почищу ну и так вот за три подхода от лоточки пройду кто-то говорит что как бы вот обрабатывать обрабатывать дони там чистить это ну как бы дело пчелы как бы пчела должна этим всем заниматься мы не знаем как бы мне кажется что в любом случае это не лишний таки огонь это лучше дезинфицирующее средство по моему которые сейчас еще лучше ничего не придумали по поводу ульев который мы делали из пеноплекса улья показали себе хорошо наверно будем делать еще партию единственное что я думаю купить пластиковые обвязки которого и на улике используется чтобы не заморачиваться с деревянными потому что деревянные все-таки достаточно долго делать особенно когда нет инструмента как бы навыка особо время занимает очень много вот планировал просто заказать или но доставка блин конечно очень кусается считая сколько улики стоит столько же доставка обходится вот таким вот способом я их обрабатываю таким способом я их обрабатываю получается стараюсь вот обжигать до потемнения по сути это вот мягкие слои выгорает мягкие слои древесины важно запоминать с какой стороны летки были то что пчелки уже облеталась чтобы у них потом проблем с ориентацией не было Продолжение следует... 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 На край с другой стороны погружит расплодом, да, все высели такие. Так, мы можем привести сюда разделительную решетку, заставную. Сегодня говорить громко не получается. Надо покупать микрофончик, с микрофоном конечно качество записи гораздо лучше. Так, ну мешочек с формой я им ложить не буду. Какого-то нету, пока закрываем, потом все положено. Составы мои. Таким образом проходит пасек. Хотел бы рассказать про такой момент. Я сейчас уже, в принципе, большую часть пасеки прошел. И очень сильно заметна разница между пчелой, куда попал рапс, как она призимовала, и пчелой, где рапса не было. Старался я убирать, конечно, все рамки медовые по осени, заменять их на сироп. Но, к сожалению, не везде это получилось. И вот где рамки закристаллизованные, с медом стоят, там и семи слабже, и отход пчелы больше, и опоношенные рамки. В общем, надо делать выводы и как-то с этим работать. Пока идеи нету, что с этим можно сделать. Потому что, ну, на глаз ты не всегда определишь рапс там или не рапс в рамке. А убирать все, ну, просто нет возможности. Прошелся все отводки. Изумительно перезимовали, я считаю. Там буквально парочку штук, которые, ну, там, на четырех рамках, грубо говоря, сидят. Все остальные практически на полных корпусах. Вот. Буду заканчивать уже дело к вечеру. Ночью будет похолодание до минус четырех. Нужно успеть за сегодня всех пройти. Субтитры сделал DimaTorzok